Умничка. Раскрашиваем кружочек пальчиком. Молодец. Возьми желтый. Ява, возьми желтый. Молодец. Лучки. Шестилетняя Ева рисует солнце, чтобы каждому, кого знает, достался хотя бы маленький лучик. Она только учится тому, что многие ее сверстники уже умеют. У девочки расстройство аутистического спектра. В общественной организации «Синяя птица» как раз и помогают деткам с ментальными особенностями. И делают это бесплатно. Атмосфера здесь уникальная. Здесь чувствуется отношение к детям, как к своим. Очень приятное, очень доброе. С учетом всех сенсорных особенностей, всех особенностей поведенческих, всех таких маленьких таракашков, я бы сказала. И знают подход, умеют найти подход к любому ребенку. Одно из немногих мест в нашем городе, где понимают, как надо. Колеса у автобуса крутятся, крутятся, крутятся. А и мне танцевать? Колеса у автобуса крутятся всю дорогу. Кто-то не умел ручку держать, кто-то уже умеет и ручку держать. И какой-то интерес проявляется. Кто-то здесь, допустим, ходил на кулинарию, и ему нравится готовить на повара. У нас уже мальчик один поступил. У нас очень много направлений занятий с детьми. У нас есть и коррекционное направление для малышей. Там занятия логопед, психолог, нейропсихолог, дефектолог, адаптивная физкультура. Есть творческое направление, где у нас театральная студия, музыка, танцы, рисование, декоративно-прикладное творчество. И есть такая работа для подростков. Для них, в первую очередь, это социально-бытовые занятия. Дети все хорошие. Но все равно, наверное, нервы нужны железные, да? Да не сказала бы. Нет. Вот, не знаю. Вот как вы понимаете то, что он, допустим, говорит, и что он хочет делать? Бываешь, работаешь с детьми и привыкаешь, начинаешь их как-то интуитивно понимать. На занятия приводят детей с расстройством аутистического спектра, с ДЦП, с задержками в развитии и умственной отсталостью. Большинство действительно испытывают проблемы, общаясь со сверстниками, со взрослыми. Здесь именно же проблема с взаимодействием и с коммуникацией, поэтому с вами она вряд ли пойдет на контакт. Но мы сами убедились, что к каждому особенному ребенку можно найти подход. Вот и Ярослав с удовольствием рассказывает нам, как они репетируют театральную постановку про трех поросят. А Кирпичин домик был крепкий. Ну подрастешь, приходи к нам в работу. Да. Развиваются навыки речь, внимание, координация, умение быстро ориентироваться, адаптироваться к различным ситуациям. Поэтому они с удовольствием бегут. Для нас это показатель всегда, что дети врываются в центр. Родители еще где-то идут на улице, они уже здесь. Общественная организация «Синяя птица» появилась 7 лет назад. Здесь помогают особенным детям быстрее адаптироваться в обществе. И некоторые становятся активнее и в чем-то даже успешнее сверстников. Главное – не опускать руки. Виктор Апальков и Роман Юрин. Белгород. Медиа.